Здравствуйте! Я мама замечательного, доброго и жизнерадостного мальчика Глеба. Наш долгожданный малыш появился на свет крепким и здоровым. Первые 10 месяцев своей жизни он хорошо развивался и мы радовались его успехам. Но потом наступила первая болезнь, которая продлилась почти 2 месяца и осложнилась подъемной температуры до 40 градусов двусторонним атитом с сильными антибиотиками. После этого мы заметили, что малыш стал ускользать от нас, перестал отзываться и говорить, понимать обращенную речь, проявил с арахид и последующие ортопедические проблемы. Мы забили тревогу, но врачи уверенно убеждали, что все в порядке, что он это перерастет. Но он не перерос. Проблема нарастала, как снежный ком, и малышу явно нужна была помощь. Начались наши походы по врачам, многочисленные обследования, анализы, консультации. В 2 года впервые прозвучали диагнозы органическое поражение ЦНС, расстройство аутистического спектра и сенсомоторная аллалия. В 2-3 года начался первый курс реабилитации. Как только мы подобрали подходящее лечение, начался прогресс в развитии Глеба. Интенсивная реабилитация – это тяжелая работа для всей семьи. Но и дома я постоянно занимаюсь с ним. В родном городе мы не расслабляемся. Логопед, дефектолог, психолог, ЛФК, ритмика, ручной труд, мозжечковая стимуляция. Все это стоит денег и немалых. Но оно того стоит. После каждого курса есть положительные результаты. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Прогресс очень хороший. Врачи и педагоги считают Глеба перспективным, что малышам можно реабилитировать до хорошего уровня. Он еще в том возрасте, когда это возможно. Но времени осталось совсем немного – 2-3 года. Потом мозг уже не будет так восприимчив, а лечение таким эффективным. Мы вкладываем все, что можем в этого замечательного, светлого и доброго малыша. И он отдает нам стократно. Пожалуйста, подарите малышу шанс на чудо. Стать самым обыкновенным мальчиком. Понять речь. Начать говорить. И завести в своей жизни первых друзей.